Женщины, как правило, менее склонны, чем мужчины, открыто инициировать сексуальную активность со своими партнерами. Однако они часто компенсируют это, умело используя тонкие сигналы языка тела. Вот четыре признака, которые указывают на интерес женщины к сексу. Губы номер один. Кусание губ – это не просто признак нетерпения или желания вести романтические дела. Это также бессознательная реакция на сексуальные стимулы. Когда женщина кусает губы, это может означать, что она борется с непослушными мыслями и не решается озвучить их напрямую, предпочитая вместо этого сдерживать свои страстные порывы. Номер два. Интимные прикосновения. Хотя не каждый случай возбуждения побуждает женщину наброситься, они, как правило, демонстрируют повышенный уровень тактильной близости. Это может проявляться в более частых и смелых прикосновениях, в том числе поглаживаниях внутренней поверхности бедер или шеи, что указывает на едва заметное, но отчетливое усиление возбуждения. Номер три. Покачивание бедер. Тонким, но красноречивым признаком сексуальной готовности является покачивание бедер женщины. Это едва заметное движение, часто незаметное для мужчин, привыкших к обычному поведению своих партнеров, может быть мощным сигналом ее готовности к близости. Номер четыре. Расширение зрачков. Более физиологическим показателем сексуального возбуждения является расширение зрачков. Когда женщина испытывает сексуальное влечение к мужчине, ее зрачки расширяются, и ее взгляд часто фиксируется на объекте ее желания. Даже если она попытается отвлечь свое внимание, ее взгляд неизбежно вернется к нему, выдавая ее скрытое возбуждение. Эти сигналы, хотя иногда и подсознательные, являются мощными индикаторами сексуального интереса женщины. Итак, в следующий раз, когда вы заметите эти сигналы, вместо того, чтобы игнорировать их, подумайте о том, чтобы ответить с пониманием и энтузиазмом. В конце концов, поощрение взаимного интереса и сочувствия к желаниям друг друга может значительно повысить близость и удовлетворение в отношениях. Чтобы узнать больше о психологии и поведении человека, подпишитесь на наш канал. Спасибо. Спасибо.